Программа «Де-факто» продолжает эфир телеканала «Беларусь-4». О событиях в мире криминала расскажут наши корреспонденты и я, Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Вот главная тема выпуска. Программа «МАК. Гроза наркоманов». В стране стартовал комплекс специальных мероприятий. Беспечность при курении, новые пожары и возгорания. А также преступления давних лет, как новые технологии, помогают пролить свет на запутанные убийства. Масштабы наркопреступности влияют на имидж государства, подрывают его экономические и социальные устои. В Беларуси борьбе с незаконным оборотом наркотиков уделяют особое внимание. Применяемые меры закреплены на законодательном уровне и представляют собой единую целостную систему, способствующую выработке механизма противодействию наркопотреблению. Так, одной из действенных мер является специальная программа «МАК», которая стартовала на территории Беларуси с 1 июня 2017 года. Ее главная задача – ограничение доступа к дикорастущим посевам конопли, выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений, а также осуществление мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способствующих распространению наркотических средств растительного происхождения. В 2016 году результаты проведенной специальной программы «МАК» в очередной раз доказали ее актуальность. Сотрудниками правоохранительных органов было уничтожено более 600 посевов наркотического дурмана. Из оборота изъято около 3 тонн масляничного мака и более 60 тонн конопли. А общая площадь уничтоженных наркотических посевов составила 80 гектаров. Если вам стало известно о совершенном либо готовящемся преступлении, о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств или психотропных веществ, о местах производства наркотических средств, либо местах выращивания наркосодержащих культур, незамедлительно информируйте Управление по наркоконтролю и противодействию торговли людьми. Криминальной милиции, Управление внутренних дел, Гомельского облсполкома. Опасный перекур устроил у себя на балконе один из жителей областного центра. В результате неосторожного обращения с огнем у многоэтажки на улице Головатского, 119, начался пожар. Огонь полностью охватил лоджию на первом этаже, уничтожил хранящееся там имущество и повредил мебель и оконные блоки второго и третьего этажей. Прибывшие на место происшествия спасатели своевременно ликвидировали пламя. Пожар едва не затронул квартиру. Сейчас инспекторы выясняют причину возгорания. Главная версия – неосторожность при курении. А вот пример еще одной неосторожности. В деревне Городец Рогачевского района сгорели два сарая. В момент возгорания на территории домовладения находились хозяева – 58-летний мужчина и его жена. При попытке самостоятельно ликвидировать пожар, хозяин дома получил ожоги различной степени тяжести, в результате чего был госпитализирован. Предполагаемая причина возгорания – также беспечность при курении. С наступлением тепла регистрируется всплеск пожара в экосистемах. В связи с этим хотелось бы напомнить гражданам о соблюдении правил пожарной безопасности, в том числе при разведении костров на приусадебных участках. Следует помнить о том, что до близлежащих зданий и сооружений это расстояние должно составлять не менее 10 метров. А также следует помнить о том, что при отдыхе на природе необходимо правильно выбирать место для разведения костра и не забыть его потушить до полного прекращения горения. С начала года в Гомельской области зафиксировано 78 пожаров в экосистемах. Из них подавляющее количество – это возгорание травы и кустарников. На сегодня уже зафиксированы 6 пожаров в лесах и 11 на торфяниках. Специалисты прогнозируют увеличение пожаров, если температуры воздуха будут расти. Пока же переменчивая погода дает спасателям возможность работать в штатном режиме. Сразу два семейных конфликта, произошедших на прошлой неделе в Гомеле, вылились в поножовщину и закончились летальным исходом для одного из ее участников. Всему виной злоупотребление спиртными напитками и, как следствие, невозможность решения семейных проблем мирным путем. В многоэтажке по улице Огаренко областного центра проживала семья из четырех человек, в которой работала одна только 57-летняя женщина – уборщицей в местном ЖЭУ. Днем 24 мая ее муж, инвалид второй группы, 61-го года рождения, обнаружив дома кусок сала, пошел по соседям в поисках соли крупного помола, так как счел еду недостаточно вкусной. В соседнем подъезде проживала его теща и, зная, что у нее соль была, направился к ней. Конфликт начался по малозначительному поводу. Мужчина пошел вслед за своей супругой к теще, чтобы взять у нее соли для засолки сала. Однако, так как соли в квартире было мало, женщина отказала своему супругу. В результате того, что потерпевший его супруга находился в состоянии алкогольного опьянения, между ними начался конфликт. Данный конфликт закончился тем, что супруга причинила потерпевшему несколько ножевых ранений. По словам обвиняемой, раздосадованный муж стал ее толкать и оскорблять, выражаясь нецензурной бранью. Под руку ей попался нож, который и стал орудием убийства. Судебно-медицинские эксперты обнаружили порезы одного пальца правой руки, предплечье левой руки и колото-резаную рану грудной клетки. Смерть мужчины наступила в результате массивной кровопотери, которая развилась вследствие проникающей колото-резаной раны сердца с повреждением легкого и сердца. Подобный случай произошел несколькими часами ранее и по улице Озерной, железнодорожного района города Гомеля. Там, в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, 59-летний мужчина нанес удар ножом в живот своей 56-летней жене. Мужчина в очередной раз распивал спиртные напитки и, уже изрядно перебрав, в ходе конфликта со своей женой причинил ей ножевое ранение, в результате которого женщина, слава богу, осталась жива, в настоящее время находится на излечении, а преступник лед под стражу. В отношении его возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 147-й уголовного кодекса Республики Беларусь, то есть умышленное причинение части вселестных повреждений. Еще в 1995 году милиция возбудила уголовное дело по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть 17-летней девушки, жительницы Калинковичей. Тогда преступнику удалось уйти от ответственности. Спустя 22 года, благодаря применению новых технологий, недоступных в то время, правоохранителям удалось выйти на след предполагаемого убийцы. В начале этого года в Гомеле нетрезвый мужчина попал в поле зрения правоохранителей, за грубое нарушение общественного порядка. В отношении 45-летнего жителя Калинковичей возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство с применением ножа. В ходе расследования были назначены различные экспертные исследования. У него был отобран генотип и проверен по базе генома, который ведется в Государственном комитете судебных экспертиз Республики. И в результате было установлено совпадение его ДНК с ДНК биологического материала, который проходил у нас по делу 22-летней давности по факту смерти девушки в Калининковичном районе. И когда стали проводить работу уже по этому делу, было установлено то, что он действительно имеет отношение к гибели к этой девушке. Более того, на данный момент у следствия есть основания подозревать этого человека и в изнасиловании этой девушки, после чего, собственно, и произошло убийство с целью скрыть данный факт. Злоумышленник проводил время с девушкой в ночь с 31 марта на 1 апреля. После полового акта он нанес девушке несколько ударов по голове, вывез в лес и оставил умирать. Изъятые в 1995 году у жертвы биоматериалы предполагаемого преступника были исследованы и выделенный позже геном хранился в базе данных Государственного комитета судебных экспертиз. В Государственном комитете судебных экспертиз есть автоматизированная система данных с генотипами всех проходящих ранее по делу лиц, подозреваемых и потерпевших. При поступлении новых образцов проводится автоматизированная проверка с имеющимися генотипами и при совпадениями данные подаются в Следственный комитет. 18 мая этого года прокуратурой Гомельской области дополнительно возбуждено уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней. Подозреваемый в нескольких преступлениях мужчина находится под стражей. В отношении него назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. Максимальное наказание, которое сейчас ему грозит – смертная казнь. Вопрос о применении сроков давности будет разрешаться судом. Расследование продолжается. По убийству далеко ушедших лет также проводят проверку и Рогачевский отдел Следственного комитета. В деревне Хатовне найдены костные останки человека. Чьи они, в чем причина смерти и кто предполагаемый убийца, расскажут наши корреспонденты. В рамках проведения работы по наведению порядка на земле и благоустройству территорий в деревне были снесены несколько нежилых и бесхозных домов. Высвобожденные территории были переданы сельхозпредприятию и введены все вооборот. При перепашке земли около одного из бывших приусадебных участков трактор наткнулся на мешок с человеческими останками. Нам на экспертизу был доставлен неполный скелет человека, который был сложен в соответствующем порядке. Были произведены осмотр и исследование костей скелета, как полностью, так и по отдельности. В результате чего выяснилось, что на черепе данного скелета имеются повреждения, характерные для действия рубящего предмета. Есть основания полагать, что причиной смерти данного человека явились именно повреждения, обнаруженные на его голове. Предварительно установлено, что останки могли принадлежать одному из братьев 59-го года рождения, проживавшему в снесенном доме до 2001-го года. Взяты биологические образцы для выделения генотипа убитого и сравнения его с предполагаемыми живыми родственниками. В 2001 году мужчина бесследно исчез. По словам его старшего брата, он уехал на заработки в Российскую Федерацию, где связь с ним была потеряна. Сам брат умер в 2010-м. Следствие предполагает, что убийцей мог быть этот самый брат, с которым у них на тот момент, по многочисленным показаниям односельчан, были постоянные споры. Предметом спора и мотивом убийства могли послужить пенсия матери и денежная компенсация, выплаченная ей как бывшему узнику нацистских концлагерей. И это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Будьте в курсе происшествий Гомельского региона вместе с программой «Де-факто». И берегите тех, кто вам дорог. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова